Юбилейная 20-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018» в этом году приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Московская область – постоянный участник выставки. Здесь демонстрируют свои достижения начинающие аграрии и крупные сельхозпроизводители. Они показывают отборные сорта сыра и овощей. Представлены здесь питомцы более 10 племенных предприятий животноводства и птицеводства. Выставка – это в первую очередь заключение взаимовыгодных контрактов, подготовка договоров о намерениях. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, в рамках «Золотой осени-2018» готовится подписание соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей. Недавно, вчера, в «Золотой осени» мы подписали соглашение с компанией, которая будет строить в Подольске завод по производству шпрот. Это будет высококачественный продукт, полностью соответствующий требованиям, вкусовым и качественным характеристикам, привычным россиянам. Мы в этом смысле не сомневаемся в успехе этого предприятия. Объем инвестиций – более 350 миллионов рублей. Выставка – это возможность живого общения. Традиционно «Золотая осень» – один из важных инструментов роста инновационной составляющей в экономике, межрегионального сотрудничества, улучшения инвестиционного климата. Как сообщила первый заместитель главы администрации Щелковского муниципального района Аминат Халидова, эти темы обсуждались с руководителями предприятий, представленных от Щелковского района на выставке. Наш муниципальный район также представлен на данной выставке. Это крупнейшее предприятие агропромышленной продукции «Агрохим». Переговорили с генеральным директором данного предприятия. Проблемные места были выделены, с чем администрация будет стараться помочь предпринимателям. Акционерное общество Щелково «Агрохим» – одно из ведущих предприятий в России, занимающееся разработкой и производством пестицидов, агрохимикатов и биопрепаратов для комплексной защиты и питания огромной линейки сельскохозяйственных культур. Предприятие «Флагман» заняло на главной сельскохозяйственной выставке страны большой демонстрационный павильон, расположенный прямо при входе в выставочный зал. Здесь у нас произошло ряд таких знаковых событий. Мы подписали соглашение с Ульяновской областью в лице министра Ульяновской области и ректора государственного Ульяновского агроуниверситета о сотрудничестве в направлении внедрения новых технологий и подготовки специалистов. Мы подписали меморандум о сотрудничестве с французской селекционной компанией «Лимагрейн». На выставке от Щелковского района представлен бизнес, который уже перерастает уровень. Когда его называют малым или же средним, он ставит перед собой амбициозные цели – стремиться развиваться, находить новые для себя рынки сбыта. Одно из таких предприятий – колбасное производство в селе Петровском и П. Еремкино. На его стенде продукции угощали гостей выставки. Можно утверждать, что продовольственные изделия фирмы посетителям нравятся. Мы занимаемся производством колбас, тех честных колбас, как было это раньше, из высококачественного сырья, только российских производителей, таких же фермеров, которые находятся в Щелковском районе. И производим все в соответствии с ГОСТом. Нам не стыдно за свою колбасу. Все, что написано на этикетках, тоже и в продукте. Все по-честному. В этом году «Золотая осень» была особенно масштабной. Выставка занимала 4,5 тысячи квадратных метров общей площади. В ней приняли участие 47 субъектов Российской Федерации. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!